Наша программа продолжается. Редчайшие постановления, документы, письма. Огромный мир подробностей открывается нам. Сегодня Большой театр Евгений Светланов, герой нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Такие страшные интриги. Какой довольно такой сложной ценой платишь за успех, за власть. А как жить потом? И самое главное, что для нас это, наверное, открытие. Потому что, ну как, Мелик Пашаев, человек, в руках которого все нити управления, правда, к которому прислушиваются, и без него уже невозможно представить театр. Вдруг он уходит, да. Ну, он просто считает ниже своего достоинства. Участвовать в этом. Участвовать в этом. И он довольно быстро умер. Да, я думаю, это причина этого, вот это потрясение, которое он пережил. И предательство коллег. Предательство, да. И недаром Тимофей Дакшицер, у нас великий трубач, действительно, это такая глава, ну, первая труба мира. Его называли даже в Америке. Он много лет прослужил в оркестре Большого театра. Он вспоминает, я иду как-то по коридору, и Мелик Пашаев навстречу, и говорит, Тимочка, что-то неуютно стало в театре. Вот неуютно, а другой бы сказал скандал, кошмар. Статью какую-нибудь организовал бы. Нет, это неуютно. Понимаете? А он не может. Вот он так всех и называл. Тимочка, там, Галочка, Ирочка. Вот такой был человек. Вот так он добивался своего, вот, никогда не орал, никогда не орал, не возмущался громко. В отличие от Светланова, Саша. Светланов очень сложный характер. Он позволял себе многое. Да, очень сложный характер, и я думаю, что это связано во многом с началом его карьеры. С ним непросто было работать. Почему? Потому что как-то труппа, и в основном это были артисты, воспитанные Мелик Пашаевым. Они его не приняли. Да, они не приняли, и в открытую решили протестовать. Что они сделали? Почти весь состав Аиды. Аида – это был золотой миланский состав. Опера поставлена Мелик Пашаевым, они возили её в Италию. Там фурор просто. Представляете, из России привезти оперу и удостоиться похвалы высочайшей. Итальянцев, родина Бельканта. Бельканта. Прекрасного пения. И почти весь состав этой оперы – Иван Петров, Павел Лисецан, Галина Вишневская – они пошли к Фурцевой, министру культуры. И стали уговаривать Екатерину Алексеевну не назначать Светланова главным дирижёром, учитывая его характер. Но как они не объясняли? Всё, она уперлась на своём. Ну, вот он молодёжь, надо её продвигать. Всё время в данном случае вот здесь упор на возраст, он неверен. Он неверен. Дело не в возрасте. Понятно, что сил больше. Но если бы молодость знала, если бы старость могла, то есть вот этот момент очень интересный. Мастерства, вероятно, и мудрости не хватает. Ведь творческий коллектив – это сложная система. Там должны быть разные люди, разные энергии должны существовать вместе. Да, и Евгений Фёдорович тоже, в свою очередь, стал предъявлять к ним претензии. И многих уволил, да? Там даже что получилось? Он не смог их уволить, но он предъявляет к ним претензии. Например, он говорит на собрании в Большом театре, он главный дирижёр, почему так много выступают наши артисты за рубежом? Почему они предпочитают доллары рубля? Вот такой укор был. И Фурцева говорит ему, Женечка, вы не правы, за 1,63 год на доходы от зарубежных гастролей мы купили три завода. Ну, это тоже, понять её можно. Да, надо же заводы покупать где-то. Она не покрывила душой, действительно, артисты, это был золотой фонд. И Иван Иванович Петров как-то поинтересовался, почему Екатерина Алексеевна постоянно называет его золотым фондом? Вы наш золотой фонд. Она ему ответила, дорогой вы наш Иван Иванович, вы столько денег в наш бюджет привозите, долларов, фунтов, франков, марок. Ну вот, представляете, да? Вот вам ответ. Почему золотой фонд? Буквально... Приносит золото. Буквально, да, потому что гонорары были большие, но они не получали большую часть их. Большую часть забирал госконцерт, в бюджет страны всё это шло. Но артистам, безусловно, что-то давали, не как участникам-то с кардебалета, но это было меньше. Меньше. Об этом вот Галина Павловна говорила, что их обкрадывали, это её мнение. Саша, ну вот Светлана, с одной стороны успех, с другой стороны полное неприятие его коллективам. Но он попробует и сочинять. Безусловно, и Евгений Фёдорович сочинил, у него было прекрасное произведение «Калина Красная», по мотивам произведения Василия Макаровича Шукшина. Премьера прошла в Большом зале консерватории. А потом вдруг выяснилось, что вот эта главная тема, вот этой сюиты, по-моему, да, это ненародная музыка. «Калина Красная», «Калина Вызрела». Оказывается, сочинил её Яна Абрамовича Фрэнкель, не менее прекрасный советский композитор. И вот мне рассказывал Константин Яковлевич Ваншенкин, они всё это обсуждали с Фрэнкелем. Наверное, он должен подойти, Евгений Фёдорович. Ну, извини. Не сказать ему, не то чтобы, можно не извиняться, но сказать, слушай, какую-то мелодию написал, Ян, я преклоняюсь. Вот видишь, я даже использовал её. И хотя бы указать в программке-то тоже можно было. Да, то есть свести к чему, не к шутке, но всё бывает. К деликатности. И потом, подожди, говорит, ну, проходит время, встречаются опять Фрэнкель и Ваншенкин. Ну, что? Что это? Встретились? Да, пересеклись, вот где-то там в Министерстве культуры, что ли. Ну, что сказал Светланов? Привет. Привет. И пошёл дальше. Ну, бывает такое, конечно, наверное, Евгений Фёдорович не знал об этом, что мелодия, это красивая мелодия. Калина красная, Калина вызрела, что она ненародная. Но хочу вам сказать, что вот на памятной доске, которая мемориальной, благодаря титаническим усилиям вдовы Евгения Фёдоровича установлена, да, в Москве, в Юлисеевском переулке, там вот эти три ипостаси обозначены Светланова. Композитор, пианист, дирижёр. Мы сегодня вспоминали несколько штрихов из жизни Евгения Светланова. Большая, красивая, странная жизнь, много компромиссов, большая цена за многие компромиссы. «Повседневная жизнь Большого театра» от Фёдора Шаляпина до Мая Плесецкой. Новая книга известного писателя и историка Александра Васькина помогала нам сегодня, в понедельник, плутать по закулисью Большого театра. Спасибо, что слушали нас. Всем удачи, всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok